У нас сегодня разговор про алгоритмы про алгоритмы бигдата технологии. Ну, прежде всего, коллеги, смотрите, на самом деле алгоритмов много, да, наука большая, но давайте научимся спинным мозгом чувствовать вообще, о чем мы будем говорить. То есть я хочу разложить по полочкам все, что мы знаем про бигдату, все, что мы знали, все, чему нас учили, и попытаться это изъяснить простыми такими человеческими словами. Потому что именно это мы понимаем. Все остальное мы, ну, в голове что-то звенит, да, а как это применить, мы не понимаем. Давайте вот начнем, пройдем еще раз по алгоритмам и по технологиям. Ну, смотрите, о чем мы поговорим. Ну, вот мы поговорим о том, что вообще бигдата – это коллапс. Это когда вас начинают заваливать данными, и вы не знаете, что делать. И самое страшное, база данных уже вас не спасает. То есть данных значительно больше, и надо что-то с ними делать. Поговорим про SQL, поговорим про одной SQL, проговорим про коллумбно-ориентированные хранилища, поговорим про MapRedUse и на чем ее можно запускать. И поговорим немножко про, как устроены рекомендательные системы. Ну, если всякие детали вас интересуют, например, косинус угла между векторами, многомерные пространства, хеширование и так далее, там можете меня в кулуарах помочь, я до такой эротики не буду спускаться. Я буду говорить в общем, потому что детали всегда можно уточнить в книжках. Итак, поехали. SQL. Что такое SQL? Когда родился SQL, помните? Code date. Это 70-е годы. Это тогда, когда не было… Ну, были на самом деле объемы данных, но таких вычислений масштабных не было. И эти ребята, так сказать, математики, они алгебраически вывели вот эту религиозную алгебру, они показали, как вообще можно работать с данными. Зачем? Почему вообще появился SQL? Помните? Потому что все программисты писали свою базу данных. Ну, я же программист, что, нас сейчас зафигачу за недельку хранилище и так далее. Поэтому написали SQL, как бы абстракцию для над данными. И это вошло в нашу жизнь. И мы уже так привыкли к SQL, к MySQL, к Oracle, что мы как бы не понимаем, что есть что-то другое. То есть… Есть звук, да? Мы не понимаем, что есть что-то другое. Да. Не понимаем, что есть что-то другое, и это нас немножко сбивает. На самом деле SQL – это абстракция. Это как бы хотелось. Это что-то напоминает, да, вот построение римской армии в 3-м веке. Помните, как римляне воевали? Кто смотрел «Властелин колец» в последнюю часть? Помните эти эльфы? Эльфы, да, они все вот так вот ходят, да? Это SQL. Строго, четко, ACID, то есть атомарность, консистентность, изоляция, да, и надежность, это транзакция, это, так сказать… То есть, ну, я думаю, вы знаете SQL, поэтому я не буду долго о нем рассказывать. То есть это абстракция, которая хорошо живет в рамках одной машины, когда начинаем там уходить в кластер, например, мы дальше об этом поговорим, начинаются вдруг какие-то проблемы, да? А что такое бигдата? А бигдата – это орки. Это вот такие чуваки, понимаете, с дубинами, с топорами, которые несутся, они не строятся в боевом порядке. Они просто умеют драться, они дерутся везде одинаково. И, как мы понимаем, да, когда толпа наступает, эти боевые порядки, то есть логика тут уже не работает. Что-то нужно еще? Нужно использовать какую-то магию дополнительную. Вот. И особенно, как я уже сказал, бигдата – это когда баз данных вам уже не хватает. Вот вы начинаете заниматься ересью, типа шардинга, типа репликации, то есть это уже ересь. Это отступление от этих принципов изначальных, реликционной алгебры, когда все красиво, целостно, когда все трансляционно. Это все кошмар начинается. То есть я хочу джонить таблицы, но почему я должен шардить? Ну что за фигня такая? Почему я должен 10 серверов? Кто за ним будет следить? То есть отсюда это рождается, от избытка данных. Ну, вспомним, да, ну что нам предлагают, на примере мой скейли, что нам предлагается? Нам предлагается репликация. Ну, на самом деле, по сути, это ничего нового, ничего интересного нет. Хотя, конечно, какое-то время можно продержаться, можно, например, данные писать на мастер, отчитать со слейвов, можно сделать много слейвов. Возникают два вопроса. Мастер переполнится записями, это узкое место, раз. Второе, это у нас отставание, может быть, между мастером и словами. Да, пытаются что-то сделать, пытаются полусинхронную репликацию сделать, там, да, 5-6, но это все, как сказать, это все костыли, потому что надо либо синхронно ждать, либо переписывать логику приложения. То есть сам SQL начинает разламываться на счастье и предлагать нам вот такой кошмар. Хотя часто он работает. Для веб-приложения, я думаю, этого достаточно. Что нам еще предлагает релекционная база в виде мой скейли? Он предлагает два известных решения. Это вертикальный шартинг, когда мы базу либо табличку убираем на другой сервер. Конечно, это может, мы продержимся дольше, но какие проблемы здесь? Ну, видно, да? Разработка усложняется, нужно ходить в две базы. Как сделать распределенную транзакцию между базами, например? Как это сделать? Да никак. Вы не сделаете. Это вам надо что-то придумывать, что-то дописывать. Это сложная задача на самом деле. Откатиться как потом. Вот. И горизонтальный шартинг. А эта тема вообще сейчас популярная, что надо данные шартить. Бадо об этом многое говорит, да? Но на самом деле это усложняет сильно разработку. То есть данных стало слишком много. И что же делать? Что же делать? Куда нам идти? Ну, появился вот у нас NoSQL, да? Хотя нет. Тут у меня слайд не про NoSQL, у меня слайд про еще одну ересь. Это типа галера, да? Кто работал с галерой? Сталкивались? Это репликация, короче, которая… Это движок, который можно использовать в том числе NoSQL для синхронной репликации. То есть вам говорится, друзья, можно поставить три сервера, можно поставить 10 серверов. И писать на любой сервер можно. На любой. И читать с любого. Урай. Но когда вы начинаете нагружать эту систему, вы видите, что она страшно тормозит. Потому что записав сюда, нужно дождаться, когда данные уйдут туда и туда. То есть из-за того, что мы ждем целой санте данных, мы теряем время. Поэтому галера – вещь тормозная. Тормозная. И поэтому отмазка такая появилась, как теорема Кэп, что выберите, да? Два из трех. Консистентность, доступность и устойчивость разделения. То есть хотите данные, чтобы были консистентны и доступны всегда? Пожалуйста. Но система при аварии, допустим, будет работать неправильно. Хотите, чтобы данные были доступны и часть системы могла работать независимо с помощью аварии? Пожалуйста. Но не будет работать консистентность. То есть теорема Кэп появилась как ответ на то, что физика не позволяет, вообще физика, математика не позволяет объединить все эти три параметра. И хотя пытаются вот галеру, так сказать, продать там еще, ну, extraDB-кластер, но этот, и галера также входит в MariaDB-кластер, но это все как бы не то. Возникают проблемы, когда мы начинаем разделять данные. Какие? Ну, вот, я уже сказал, что тормоза при разъяснении кластеров на части возникают проблемы со сплитбрейном, то есть там возникают, как бы это распределенные алгоритмы, возникают задачи специфические, которые нужно решать. И здесь все не так просто. Ну, вот, также примерно вот в это время, ну, в начале будущих годов рождается концепция NoSQL. Как она родилась, помните? Ну, вот, мой любимый пример – это Amazon. Это интернет-магазин. У них поставили, ребятам поставили задачу разработчикам, чтобы корзины сохранялись всегда на любом континенте, в любом магазине. Как это сделать? Ну, представляете, магазин здесь, магазин там, магазин там. Люди стали искать возможность, база не помогает, все, SQL умер для этой задачи. Они придумали что-то похожее на кучу мемкэшей, KVL и Storage. Это решение назвали DynamoDB. Потом разработчики DynamoDB переходят в Facebook и делают, значит, Cassandra решение. Потом рождается проект HBase. Это в фонда патч поступает он. Потом Google рождается BigTable. Ну, это как бы, это нельзя сказать, что это чисто NoSQL, но это похоже очень к концепции. Redis там появляется, MongoDB, но по сути, что это такое? Чтобы мы представляли хорошо эту BigData скутив. Это куча KVL и Storage'ей, кольцо, куда ты можешь писать на любую ноду, и эти данные потом расходятся. То есть понятно, за счет чего достигается отказа устойчивости. За счет того, что просто много серверов. А кольцо позволяет данным просто, чтобы кольцо было целостным. Но есть такой один подвох, так называемый, eventual consistency. О чем она говорит? О том, что, вот эта вот штука такая, о том, что в Амазоне, например, так, вы данные записали, а когда читаете потом, а вы данные, может, не получите. То есть я записал, а равно 1, читаю, нет, а. То есть вы должны либо сказать, что прочитай мне точно и дожди синхронизация, тогда будет тормозной вызов. Либо ты говоришь, в принципе, ну, если я записал, потом прочитаю данные, ничего не пришли, ничего страшного. То есть фактически обязанность перекладываться на разработчика. Целостности данных нет. Что такое выжил консистенция? Эта система, она обладает консистентностью, если остановить входящие данные. Вот вы остановили входящие данные, проходит некоторое время, система совершенно консистентная, иначе она будет замедленнее работать. То есть понимаете, какой подвох тут есть. Но это как бы трейдов, да, это иначе просто не была решена задача. Плюс еще что, NoSQL, какие проблемы в NoSQL? Сложный клиент. Я сказал, нужно программировать все, вам в голове держать эти связи данных, консистентность. Размазанная модель. Модели часто нет. Нет в NoSQL модели. Программисты определяют, говорите, есть на запросы. Нет там схемы, колонок жестких, там нет этого. Ну пытаются сделать, но это не так, она не будет работать. Там другая модель вообще. Транзакции, нету и там их нормальных. Их надо дописывать, они по-дурацки сделаны костылями, фактически их там нет. Сложные запросы в NoSQL вы не сделаете. Ну посмотрите. Ну как можно join сделать на куче в МКШ? Да никак. Можно отсортировать данные, можно кэвэлой получить, можно списочек там получить. Ну там какие-то элементы есть, но это не реализационная модель. Она очень ограничена. Очень ограничена. Вот. И Петр Зайцев интересно вырызнулся про NoSQL. Он сказал так. NoSQL, говорит, это когда мой сын поигрался в комнате и раскидал игрушки. Вот это NoSQL. Это бардак вот такой. Который, вы сразу, разработчик сразу не понимает об этом, а потом, а потом, к сожалению, получается вот такой кошмар. Поэтому, поэтому надо с NoSQL сохранять бдительность. Бдительность и понимать, что потом при поддержке могут быть риски. Что у нас еще? Данных еще больше. То есть, данные могут длиться, и вам не нужно KVLS-хранилище. Вам нужно что-то более простое, чтобы скинуть данные, сохранить, положить. Что для этого есть? Ну, я вам пример. Куча картошки, три сервера. Как раскидать картошки на сервера? То есть, на самом деле, уже никуда данных больше, чем серверов вычислительных. Что делать? Ну, здесь вы что придумали? Придумали, ну, какие варианты? Купить, значит, дисковое хранилище, да, дорогое, большое, там, за миллионы долларов. А если оно сломается? Да. Ну, дорогое, не кажется, это позволит. Какие еще решения? Поставить кучу дешевых серверов, ну, средней стоимости, да, и придумать на них какую-то распределенную файловую систему. Не говорите про NFS. NFS это вообще не то. NFS это блочная файловая система. Блочная. Это, так сказать, не то. Вот это распределенная файловая система. Это когда у вас огромное количество серверов и вы храните там объекты. Вот пример распределенной файловой системы. Это S3 в Амазоне. Объектная система. Это HDFS, система, которая используется в Hadoop среде. Это Gluster, это люстр. То есть большое количество серверов, которые могут падать, перегружаться, дымиться, взрываться, но когда вы файл кладете на этот сервер, файл реплицируется, да, блочно, на несколько устройств, можно задать коэффициент репликации. Понятно, что эта система более тормозная, чем локальный диск. Понятно, что тормозная, более чем локальная файловая хранилища. Понятно, да? Ну, понятно, для чего это нужно. Ну, данных много. Что делать? Давайте сохраним логи какие-нибудь. Вот это все вот для этого эти файлы нужны. То есть для Big Data это нам пригодится. Идем дальше. Пример, как устроена одна из таких распределенных файлов системы, это HDFS, Hadoop, который используется в Hadoop. Ну, здесь сервер, который отвечает на запросы, и он, это name-node, который хранит координаты других нод, где хранятся блоки данных, где хранятся фактически файлы, блоки. Файлы хранятся в виде больших блоков. Там 64, 128 мегабайт и так далее. Ну, дальше у вас куча дешевых серверов, где эти блоки хранятся. И блоки реплицируются на эти ноды. Клиент пишет на одну ноду, потом, значит, все это раскидывается. И когда клиент говорит, дай мне файл в name-node, name-node говорит, пойди возьми там его, этот блок. И он этот блок читает. То есть система очень примитивная, простая, но зато она позволяет вам не покупать за миллион, десятки миллионов хранилища, баксов, не тратить деньги на всем, fiber channel и так далее. Просто кучу серверов поставить, сохранить данные и спать спокойно. Поняли мы, да? Что еще нам предлагается на рынке бигдаты? Нам предлагается колонно-ориентированная база данных. Слышали про такое? Вот хорошо. Что это такое вообще? Вот если разобраться по чесноку, то колонно-ориентированная база данных это базы, в которых немножко помиляли концепцию хранения информации. В обычных базах ру-ориентированных вот запись в табличке хранится на диске в виде строчки последовательной. Поэтому, если вы читаете запись по первичному ключу, вы с диска просто, диск прокручивается, вы считываете эти данные легко. А когда вам надо, например, просимировать колонку, вам надо лазить по диску и так тык-тык-тык-тык брать данные все в колонке. Понимаете? Они раскиданы. Поэтому это простыми словами. Поэтому обычные базы данных типа MySQL не очень хорошо занимаются агрегацией, группировкой, сортировкой. Колонны реализированной базы данных они наоборот хранят данные в виде колонок. То есть, смотрите, все то же самое остается, тот же SQL, модель данных остается, все то же самое, только изменяется модель хранения. И они хранят колонки. И некоторые там, допустим, упорядочивают при этом. Поэтому если вам надо быстро колонку сортировать, вы за один там, за несколько поворотов шпинделя вы считываете всю колонку. Вот и весь секрет колонны реализированной базы. Они используются в основном для агрегации, для аналитики, для обработки данных больших объемов. Вот их суть. Поэтому, ну, понятно, что вставить данные в эти базы значительно дольше, они тормозные. Но агрегацию провести под ним значительно проще. Их, поэтому, надо понимать, что они есть. Какие у нас есть решения? Ну, Amazon Redshift, Google BigQuery, Vertica, например. Вот пример, как устроена колонна реализированной базы данных в Амазоне, Redshift. Она, насколько я знаю, она основана на базе Postgres, какой-то ветки. Можете поспорить. Вот. Как она устроена? Это тоже куча серверов. Там хранятся данные. Есть модель данных. Можно эти сервера добавлять. И можно их обычным SQL-ом анализировать. То есть, можно даже запросы параллельно выполнять. Но все равно вы скажете, ну, вот это вот для Big Data и нужно. Больше нам для Big Data не нужно ничего. Нет, к сожалению. Вот это решение, оно тоже нужно дать недостатками. Оно построено на базе революционной модели все равно. Оно, как бы сказать, напичканное это логика революционной. И поэтому оно более тормозное, чем решение, о котором мы поговорим немножко дальше. Вот смотрите. Мы более конкретно сейчас поговорим о задачках, которые нужно решать в Big Data. Я выбрал простые задачки. В лоб. Давайте их решим в лоб. Вот, например, обработать там 200 миллионов записей лог. Ну, как его обработать? Большой лог очень. Это дни, допустим, уйдут. Найти всех похожих пользователей, пары там или группы, да, из, допустим, из миллиона. Вы убьетесь, эту задачу решать в лоб. Эта задача решается там неделями. Она логоритмически решается неделями. И нельзя решать в лоб. Найти пользователей в огромном логе, сделавших только один хит. Как это делать? Это надо взять строку, сохранить куку, сохранить, допустим, в баску. Она сделала один хит, да, взять следующую строку. Вы пока все это не обойдете, не просуммируете, вы потратите кучу времени. Поэтому в разумное время найти уникальные элементы, фильтрации больших данных, обработать 10 миллионов файлов, жрать, отправить. То есть, как бы, задача как же в лоб, они, может быть, решаются, но очень-очень-очень-очень-очень долго. Что мы можем сделать? Как мы можем… Ну, понятно, что нас уволят, пока мы эту задачу решим. У нас специальный срок закончится. Что делать вообще? А что делать? Ну, мы можем что? Мы можем… Ну, один процесс PHP нам не поможет, неважно, какой процесс. Можно взять несколько PHP процессов, запустить, разделить задачу на части и несколько PHP процессов ее решать. Да, можно. Сколько вы запустите в Unix процессов? 100-200. У вас сервер умрет. Процессы начнут друг друга. То есть, правильнее запускать столько процессов, сколько ядер, если у вас CPU-баунт задача. То есть, вы понимаете, что сервера вам уже мало, надо что-то делать. Что делать-то? Вот. В базе… То есть, я говорю, сервера мало. Мы попадаем на то, что сервера нам мало. Что делать? Вот я сегодня еще слайдик вставил с законом Дала. Когда мы начинаем говорить о параллельности, о процессах, нам нужно вспомнить, вспомнить с законом Дала, который о чем нам говорит? О том, что как бы мы задачу параллельно не делали, сколько бы мы ядер не добавляли, сколько бы мы ядер не добавляли, когда число ядер увеличивается до бесконечности, у нас ускорение решения алгоритма определяется единичка делить на А на долю последовательного кола. То есть, если у вас, например, 5% задачи выполняется последовательно, 95% параллельно, то вы максимальное ускорение получите 20 раз. Ну, 5% там, один делить на 0,05. Вот это понятно. То есть, максимум, что вы можете, 20 ядер использовать, больше не сможете вообще. Никак. Хоть 1000 ядер поставите, они будут простаивать. То есть, понимаете, что алгоритмически нельзя задачи легко так распараллеть. Есть с законом Дала. И все. И вы попадете на то, что у вас, например, 75% задачи выполняется параллельно остальной последовательности, вы попадете на то, сколько ядер бы не добавляли, у вас фактически будет работать задача, видите, на 4 ядрах будет работать. У вас 2000 ядер, у вас на 4 ядрах все. Вот такая вот интересная есть, вот такой интересный закон нам дал. Его нужно напомнить, и я тут написал, что эту теорему нужно вкурить, и прочувствовать и вкурить. Без нее просто сложно будет понять, как вообще это все можно параллельно сделать. Идем дальше. И когда заходит речь о том, что нужно заниматься параллельными вычислениями, нужно на два сервера что-то раскидывать, вы попадаете на параллельные задачи, на задачи, например, ну вот, похоже, известный алгоритм Paxos, да, это алгоритм из, то есть это область распределенных алгоритмов, когда вам надо понять, какой сервер упал, какой не упал, кто живой, кто мертвый, когда эти сервера там, значит, падают, поднимаются, надо понять, кто из них главный, куда, где ходить за данными, понимать. Кворм, там, эти все слова страшные, выбор левого группы, кворм, распределенная конфигурация очереди, распределенная блокировки, вы будете задачи решать, когда вы захотите обработать бигдату, несколько процессов на нескольких серверах. Это задача сложная. Какой выход у нас есть? Какой выход у нас есть? Я нарисовал, кто знает, какой у нас выход есть? Да, я не знаю, нарисовал слоника здесь. Есть open source, пять минут, о, пять минут, сейчас все остальное за пять минут. Есть Hadoop, есть парадигмы MapReduce, предложенные Google. Они сказали, ребята, SQL работает, революционная алгебра работает, потому что революционная алгебра, есть SQL, можно представить в виде парадигмы MapReduce, то есть все, что хотите, можно сделать мапом и редюсом. И они это доказали. И они доказали. То есть, что можно любую задачу представить в виде мапирования задачи на части, разбиения, а потом группировка этих кусочков, видите, вот я сказал, задача, например, красная, желтая, синяя, красная, желтая, синяя. Вы как бы, ну, например, фильтруйте лог-файл и кидайте красная, желтая, синяя, красная, желтая, синяя. А потом происходит редюс, то есть сама платформа объединяет эти вещи, группирует, понимаете, то есть платформу вы запускаете MapReduce на 10 серверах, она сама группирует данные и каждому редюсеру дает только красненький, только желтенький, и синенький. Чувствуете хитрость где? То есть божественная часть заключена здесь. Платформа группирует этот мусор, который вы делаете мапом, группирует в виде потоков одноцветных кубиков и этим занимаются редюсеры. И все. И все. И вот уже есть книжечки вот Стэнфордский университет о труд по обработке больших данных. Здесь, пожалуйста, я привожу пример. Можете скачать это в открытом доступе. Вся релекционная алгебра представлена в виде MapReduce операции. То есть фактически вы получаете MySQL, который может работать на 2-10-100 серверах, выполнять запросики по данным, считать, джойнить, объединять, при этом бесплатно и на открытой платформе, которая называется Hadoop. Это платформа называется Hadoop. На Java написано. Пожалуйста. И мы, наша Big Data, получается, ну, что еще люди, так сказать, существа любознательные, трудолюбивые, люди придумали и навернули сверху Hadoop, навернули еще всякие, например, Hive, например, навернули, PIG. Ну, Hive – это вот SQL-запросики гонять на базе файлика большого. Это вот то же самое, чем я говорил, просто вам книжечку вот эту не нужно читать, а нужно просто поставить вот этот вот Hive и гонять SQL на двух-трех-десяти файлах. Затем PIG, ну, это тоже там из этой области. HBase там, да, тоже на Hadoop может с ним работать, объединять данные. И Mahaut, это математики написали, чтобы математические расчеты делать по Big Data, которая хранится в HDFS и обсчитывается на Mahaut. Что еще есть у нас из этой области? Ну, другие, значит, группа людей посмотрела Hadoop и сказала, это прошлый век, надо все нафиг переписать заново. И переписали. Университет Беркли этим занимался, там группа инициативная, которая занимается. Я деталь не копал, в общем, там исходники лежат. В общем, это отличная штука, которая, в принципе, работает Apache Spark. Она работает как Hadoop, выполняет те же релекционные операции с данными, но, но, она это делает в основном в памяти, работа делает очень быстро, кэширует в памяти, очень просто развертся. Поэтому, если будете играться, я рекомендую все-таки на Spark обратить внимание, он значительно, я бы сказал, проще, понятнее, человечнее, чем вот Hadoop. Что еще в Spark интересного? Shark SQL, ну, сейчас его переименовали, то есть, можно гонять SQL на базе Spark по файлику. Можно обрабатывать потоковые данные, это вообще очень интересная тема, это отдельный доклад, можно по ним прочитать, как в потоке обрабатывать Big Data, да, и на лету считать. Например, как идет поток данных, она вам определит число уникальных элементов. Как это сделать? В потоке. Никогда обсчитывать два часа все это, десять часов. Есть алгоритмы для этого. Вот, посмотрите сюда. Машинное обучение, всякие перцептроны, деревья, решения, то есть, вам надо обучить систему, да, а потом она должна как оракул что-то предсказывать. И работа с графами. Вот как устроен Spark. Код на Spark выглядит проще, чем код на Hadoop, потому что вы можете сразу объединить операции мопирования, группировки, фильтрации, джойнов и потом там получение результатов. То есть, вот я, пожалуйста, код привел на Spark. Простой код. Фильтрации файлика. Здесь, в этом коде что делается? Есть файлик. Нужно определить пользователей, сделавших только один хит. Здесь определяется сначала, я группирую пользователей по куки, затем я сортирую, фильтрую точнее все группы. То есть, я сделал операцию здесь map. Вот она делается. Map. Вот она делается. Map. Так. Вот. Group.ok. Ну, это как бы map.reduce сразу сделан. Map.reduce. Затем я фильтрую группу, у которой уходит один элемент, то есть пользователь, то есть пользователь, но куки. Затем я просто переставляю эту группу, да, и потом вывожу. Все. Задача, значит, файл из 180 миллионов записей обработался на Spark из четырех серверов за там 6-8 минут. Очень хорошо. Очень хорошо и замечательно. И немножко по рекомендарительной системе. Есть у меня минутка. В общем, рекомендарительные системы, это тоже Big Data сейчас, да, популярный, мы его бустим решение. Смотрите, это много данных нужно обрабатывать и данные превращать в виде, в матрицы. В матрице, например, там товаров и пользователей. А затем нужно искать, то есть затем вы начинаете работать с матрицами по различным алгоритмам. В данном случае простейшие алгоритмы, это, смотрите, у вас каждый пользователь либо каждый товар представлен в виде вектора n-мерного. То есть вы получаете миллионно-мерный вектор и вам надо сравнить 2-3 миллионно-мерный. То есть вы работаете в миллионно-мерном пространстве. И вы находите в этом миллионно-мерном пространстве похожесть. Косинус угла между этими векторами. Ну, в трехмерном пространстве как косинус угла посчитать, все понимают, трехмерный. А миллионно-мерное то же самое, только измерение больше. Ну, конечно, без магии тут не обходится, без каких-то алгоритмов, там есть особенности некие, но, в принципе, похожесть пользователей считается работой в этом многомерном пространстве. Очень важно понять здесь, что поисковик, кто разбирался, как поисковик устроен, инвертированный индекс, вот поисковик, море рук, поисковик работает очень похоже, очень похоже. Посмотрите, Люцен, например, open source поисковик, он работает очень похоже, он тоже находит документы, это тоже документ любой, это вектор слов, упорядоченных по весам, веса определяются по алгоритму TF-IDF, частота документов, ну, короче, мусор выбрасываем. То есть любой документ, это самый вектор. Как найти похожий документ на этот? Надо все вектора посмотреть и выбрать самый похожий, понимаете? То есть мы попадаем на систему рекомендаций, это о том же, только поисковик работает, он более умный, он еще может отбрасывать, фильтровать вектора более, более, как сказать, лучше, чем это вы в ходе при управлении матрицами сделали. Поэтому вот стоит посмотреть, если будете заниматься рекомендациями, и в линейной алгебры немножко, и вот как работает поисковик, и вы тогда победите ее. У меня все, это кратко так. У кого живой мозг после этого доклада, можно задать вопрос, Саша? Кто готов? Ну, можно в кулуарх помучать, если… Да, давайте. Давай, Максим. Саша, вы в Яндекс не ходили за форком атома, который они потом наворачивают, чтобы оторвать его полностью от поиска и делать рекомендательные сервисы для реального сектора? Ну, я смотрел, читал на Хабре доклад Яндекса по Бигдате, но там вещи все известные были описаны, я ничего нового там не прочитал. Нет, они это чуть ли не как САС хотят потом отдавать уже. Да нет, да нет, смотри, ну, как бы здесь все… В общем, сами вы делаете. Ну, да, ну, что-то сложно, матрицы, да, пересечения. Ты все понимаешь. Ну, здесь нет какого-то такого, знаешь, вот чего-то такого. Это не наука, это практика. Пожалуйста. Ну, если никто не разбирался, как работает поисковик, да, то… Да, друзья, спасибо. Саша, спасибо огромное. Да.